2019 объявлен в России годом театра. Сегодня в Самаре глава регионального Минкульта и руководители областных и муниципальных сцен рассказали о самых ярких проектах, которые ждут зрителей губернии. Какими сюрпризами порадуют местных театралов, расскажет Светлана Стребкова. Экскурсия по историческому парку. Тема «История театра в России». Правда, такой группе вряд ли можно рассказать что-то новое. Эти люди сами во главе храмов Мельпомены областных и муниципальных. Сегодня они приоткрывают занавес над премьерами 2019. Зрителей ждет целый ряд новых постановок. В числе ближайших мировая премьера балета «Три маски короля», а также спектакли «Мой бедный Марат», «Легенда о Манкурте». Много нового ждет и юную публику в Самаре, Тольятти и Сызрани. Отметится год театра и необычными постановками. Уже завтра в Автограде впервые представят публике документальный спектакль «Колеса», посвященный 50-летию ВАЗа. Мы провели долгую и кропотливую подготовительную работу. Готовясь к этому спектаклю, была проведена школа-лаборатория современной драматургии. Мы отобрали из большого количества заявок 10 участников молодых драматургов со всей Самарской области, которые работали, постигали азы драматургии под руководством Анны Батурины. Это современный драматург, очень яркий, она лауреат конкурса «Дебют» фестиваля Евразии, многих других конкурсов и фестивалей. Удивит премьера и самый молодой Самарский театр – мастерская. Ему всего 4 месяца. Труппа сформирована из выпускников кафедры актерского искусства местного государственного института культуры. 7 марта они представят премьеру спектакля «Чаша». Премьера пластико-трюкового спектакля таких еще вообще не было в Самарской области точно, потому что это будет и пластика, и это будут трюки с мечами, с копьями, с топорами. Это все делают драматические артисты и довольно-таки вообще на высоком уровне. В 2019-м завершится реконструкция Самарского театра «Кукол». В июле откроет свои двери новый зал «Самарта». Здание бывшего кинотеатра «Россия» станет домом для мастерской. В областном бюджете заложены средства на строительство своей сцены для Новокуйбышевской грани и подготовку проекта по реконструкции Самарского академического театра драмы имени Максима Горького. Год театра сулит области много новых возможностей. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров возглавил рабочую группу госсовета по направлению культура. Я уверен, что это тоже дополнительные возможности для нашего региона в развитии культуры, но и, безусловно, театр как одного из, наверное, сегодня лидеров в развитии культуры, по крайней мере, в нашем регионе. Театры станут ближе к зрителю. Будут выступать не только на своих площадках. Регион ожидают фестивали, шествия, перформансы. Фестиваль набережных «Волга-фест» тоже будет театральным. Светлана Стрибкова, Александр Дудко. Новости губернии.